МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир Абхазского телевидения продолжает Русская служба новостей. Здравствуйте! 11 октября в Абхазии отмечают День вооруженных сил республики. 27 лет назад, 11 октября 1992 года, Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял постановление о создании Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба. В честь этой даты в Министерстве обороны прошло торжественное собрание с участием президента Рауля Хаджимба и спикера Народного собрания Валерия Кварчия. По традиции, торжественное мероприятие по случаю создания Вооруженных сил Республики Абхазия началось возложение венков к мемориалу первого президента Владислава Ардзенба в селе Ишера и к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке славы в Сухуме. Затем в Министерстве обороны состоялось торжественное собрание, посвященное 27-й годовщине со дня создания Вооруженных сил Республики Абхазия. Исполняющий обязанности министра обороны Мираб Кишмаре поздравил военнослужащих с праздничной датой. Глава оборонного ведомства отметил, что Вооруженные силы Абхазии, формируясь в ходе Отечественной войны 1992-1993 годов, прошли через сложный путь становления. Мираб Кишмаре особо подчеркнул роль первого президента Владислава Ардзенба и первых военачальников в создании Абхазской армии. Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей страны. В этот день мы отдаем данное уважение мужественным людям, посвятившим всю свою жизнь служению Абхазии. Светлую, благодарную память храним в удивящихся сценах Абхазии Владислава Ардзенба, под руководством которого Вооруженные силы Абхазии нанесли сокрушительное поражение грузинским оккупационным войскам. Сергей Багапш, при котором Абхазия обрела международное признание. Памяти навсегда останутся подвиги талантливых абхазских военачальников. С праздником военнослужащих поздравил президент, главнокомандующий Рауль Хаджинба. Он подчеркнул, что вооруженные силы Абхазии были и остаются гарантом национальной безопасности. Укрепление армии и ее оснащение современным вооружением в приоритете у государства. Я искренне поздравляю вас с этим знаменательным днем. Для нас очень важно начать активную работу по модернизации нашей армии. Сами мы многое что сделали за этот период. Мы на сегодняшний день одна из самых мобильных армий. Жизнь показала, что мы умеем воевать, что мы можем создавать возможности для того, чтобы не допустить прохождение противника на нашу территорию. И мы не раз это доказывали. Сегодня есть другая уже задача. Армию надо оснащать современным вооружением. Создавать условия проживания наших военнослужащих. Создавать условия для того, чтобы то, что есть в арсенале абхазской армии, было бы сохранено и приумножено. В этом нам как раз таки способствуют российские военнослужащие, сама Россия. И мы сделать все должны так, чтобы с достоинством перенять все то, что нам дают в качестве и военной, и финансовой помощи. Спасибо вам еще раз за вашу службу. Приказом генерала армии Миравыч Шмаря группе военнослужащих были присвоены очередные воинские звания. Также состоялось награждение ведомственными медалями и грамотами, отличившихся в службе офицеров и курсантов. С 27-го годовщиной создания вооруженных сил Абхазии военнослужащих поздравил и исполняющий обязанности министр внутренних дел Гарри Гаршба. Я уверен в том, что наши войска, наши вооруженные силы готовы на сегодняшний день защищать нашу родину, защищать наши рубежи, наше государство, которое веками вкладывалось, которое веками создавалось, нашими предками. И на сегодняшний день вы достойно несете эту службу от всей души успехов, профессионального вам роста. Сегодня вооруженные силы Республики Абхазия твердо и самоотверженно стоят на страже национальных интересов нашей страны. Они располагают большими возможностями для защиты, целостности и безопасности государства. Это мобильные, оснащенные, эффективные подразделения, способные успешно противостоять противнику. Алика Трапш, Дэвид Анкваб, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. 11 октября с рабочим визитом в республику прибыла делегация Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по обороне и безопасности. Состоялась встреча членов делегации с президентом Абхазии Раулям Хаджумба. Глава государства поприветствовал гостей и отметил значимость сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в сфере обороны. В свою очередь, руководитель делегации, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ракитин отметил доброжелательность населения к российским военнослужащим и поддержку со стороны руководства Абхазии. Мир остается достаточно сложным. Те трудные процессы, которые имеют место и вокруг России, несомненно, сказываются и на нас, и даже еще больше, потому что мы небольшое государство. Все те усилия, которые прилагаем по выстраиванию отношений с Россией, мы уверенно дадут тот положительный результат, который нацелен на повышение обороноспособности, создание условий для того, чтобы и наши совместные мероприятия были бы на том уровне, которые будут свидетельствовать не просто о нашем сотрудничестве, но о нашей готовности отразить любое действие, которое будет противостоять нашим государствам. Мы посетили и базу военную, и седьмую, и пограничное управление были. Самое главное, встретились с военнослужащими, поняли, что у них хорошая социальная защищенность, они окружены заботой и вниманием не только командиров своих, но чувствуют поддержку и, самое главное, доброжелательность населения Абхазии, властей, хорошее взаимодействие с силовыми структурами. Для нас это очень важно, и очень приятно все это видеть и слушать. Делегацию с Федерального собрания России принимали и в Народном собрании Абхазии. С членами Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности встретился спикер Валерий Кварчия. Репортаж Амелии Бисмарк. Большое внимание в Абхазии уделяется вопросам обороны. Ряд профильных проектов осуществляются в рамках договора и ряда соглашений с Российской Федерацией. Данная работа требует постоянного взаимодействия между специалистами двух стран. Для продолжения эффективной деятельности внимание уделяется и вопросам урегулирования законодательной базы. Сегодня чередной праздник у нас. День вооруженных сил Республики Абхазия. 27-я годовщина образования Министерства обороны. Ваш приезд с этого совпало, мы рады. Конечно, хотелось бы, чтобы мы чаще встречались. Все равно у нас есть такие десные отношения. Мы ставим курс наших дел всегда. Российские депутаты прибыли в Республику в рамках работы осенней сессии Совета Федерации. Согласно плану, состоится ряд встреч с руководством Абхазии. Мы очень уважаем Абхазию как независимую республику. Народ Абхазии, мужественный, героический. Соответствующим образом относимся. Поэтому со всем уважением привлекло. Межпарламентское сотрудничество – одно из важнейших направлений стратегического партнерства. Тем более, что Абхазию и Россию связывает общее историческое прошлое. Форма взаимодействия представительских органов позволяет лучше познакомиться с жителями региона, больше общаясь с народными избранниками. Цель нашего визита – это, конечно же, ближайшее знакомство с вами. Почему? Потому что наш комитет занимается вопросами, как раз связанных с военным строительством, в том числе и военно-техническим, международным сотрудничеством. Понятно то, что все те договоры, соглашения, которые требуют ратификации в Федеральном собрании, связаны именно с этих областей сотрудничества, они проходят обязательно через наш комитет. В рамках визита представители профильного комитета посетили военные базы Министерства обороны России, расположенные в Абхазии. У нас было достаточно серьезные встречи и разговоры с коллективами пограничного управления по республике Абхазии, были на военной базе и дивизионе стражевых котельников. От обороноспособности государства во многом зависит и его экономическое развитие. И, как было отмечено на встрече, учитывая, что туристическая сфера – одна из важнейших отраслей экономики Абхазии, в этом свете вопрос безопасности имеет особую актуальность. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям в течение последних суток ведут поиски российского туриста, которого унесло течением реки Кодор. Подробности в материале пресс-службы МЧС Абхазии. Российского туриста смыло водой при форсировании реки Кодор в районе села Джампалгулы Рыбческого района. Двое его товарищей пытались ему помочь, однако перебороть мощное течение оказалось невозможным. Они с трудом самостоятельно выбрались на берег. А 20-летнего Тимура Дзеидова унесло вниз по течению. Несчастный случай произошел в 10 километрах от базы отдыха Абсне-Эдвенчер. Спасатели получили сигнал о помощи 10 октября в 22 часа 15 минут. К поисковой операции были подключены две спасательные машины «Газель» 15 человек личного состава, а также вертолет Ми-2 МЧС Абхазии. Спасатели прибыли поздно ночью на базу отдыха, где до их приезда уже была предпринята попытка организовать поиски силами самих туристов. Оговаривались о детали происшествия, устанавливалось точное место форсирования реки, и намечались наиболее оптимальные маршруты поиска. Я думаю, что до удовольствия не к остановке. И ухлёв здесь отрожадимый. Там оставлять на берегах, оставлять не может. Просто останавливаться. Останавливаемся на каждой отмеле, здесь на отмеле, здесь на отмеле. Здесь здесь. Если вы первый выход, можно будет выйти на берег, только в гонохлебе. Ну, есть выход, в смысле на лодке. Мы сможем дойти до падения реки в море. Вот эта дорога идёт вдоль берега, и она подходит к Адору, здесь, где начинается ущелье. Вот как ущелье только закончилось, вот тут можно подъехать к берегу. Спасателями было принято решение утром начать сплав по Адору на надувных лодках-рафтах. Лодку, всё необходимое снаряжение для сплава, а также наиболее опытных рафтингистов, от себя делегировала база отдыха «Обстный адвенчер». На рассвете поисковая группа начала сплав. Каждый поворот реки, зато на водоворот на пути сплава были тщательно исследованы, при том, что вода в реке была очень мутной из-за проливных дождей в верховьях Кодора. Так что работа водолазов была крайне затруднена. Поиски велись и с воздуха на вертолёте. Поисковая группа сплавилась вниз по течению Кодора на 15 километров. Однако, кроме спасательного жилета, в котором унесло российского туриста, обнаружить пока ничего не удалось. По словам руководства спасательного ведомства страны, поисковая операция на Кодоре будет продолжена. В Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия завершилась первая научная конференция аспирантов и молодых учёных, наука и молодёжь «Актуальные проблемы Абхазоведения», посвящённая 20-летию акта о государственной независимости Республики Абхазия. На итоговом пленарном заседании побывала и наша съёмочная группа. Репортаж на Лыкове. Развитие абхазского языка, внешнеполитическая деятельность Республики, некоторые итоги историко-культурного исследования Великой Абхазской стены, культурные связи Древней Абхазии с внешним миром, возникновение и роль монастырей в Абхазии в XIX веке. На эти и другие, не менее интересные темы, были заслушаны доклады на первой научной конференции молодых учёных и аспирантов АГУ. Доклад на тему «Современные международные отношения. Основные тенденции» представила кандидат исторических наук Илана Эшба. Я считаю, что это вообще очень хорошее начинание, потому что молодые учёные, может быть, не столько имеют опыта по сравнению со своими более старшими коллегами, но, тем не менее, очень такой настоящий интерес и запал. И это, конечно, позволяет сделать, может быть, и не открытия какие-то, но внести свою существенную лепту в изучение тех или иных процессов. Радует то, что заседание прошло практически в виде дискуссии. Молодые учёные, помимо подготовки интересных докладов, живо интересовались темами коллег. После каждого выступления задавали вопросы, давали комментарии. Молодой археолог Шандер Кайтан представил на конференции свою работу «Доклад о Великой Абхазской стене». Это совместно с Дмитрием Авицбой и Дмитрием Счастным. Мы рассказали о наших исследованиях, которые проводили, мы проходили Великую Абхазскую стену. Первый этап нами пройден. Финансировалась работа, именно научная работа фонда Мамшера. Тоже хочется сказать им огромное спасибо. И результаты этого первого этапа стали основной частью, вошли в наш доклад. Привлечение молодёжи в область научных исследований – одна из приоритетных задач Абхазского института гуманитарных исследований. Цель данной конференции – обмен опытом между молодыми учёными – достигнута. Конференция прошла, с моей точки зрения, очень плодотворно, успешно. Были заслушаны свыше 30 докладов. И были доклады совершенно на разную тематику. Я хочу особенно отметить доклад, сделанный молодыми археологами Шандором Кайтан и Дмитрием Авицба. А также интересные доклады были и на секции «Язык, литература и фольклор». Первая научная конференция аспирантов и молодых учёных, наука и молодёжь, актуальной проблемой абхазоведения, посвящённой 20-летию Акта о государственной независимости Республики Абхазия, завершилась. По итогам конференции была принята резолюция и создан Оргкомитет Совета молодых учёных Абхазии. На Алакове, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. В пресс-центре Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса прошла конференция, посвящённая культурно-спортивному фестивалю «Абаза», который впервые пройдёт в Абхазии. Вместе с ВАК организатором фестиваля выступило Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашера. Кроме того, мероприятие поддержало Министерство культуры и охрана историко-культурного наследия Республики Абхазия, Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту, Абхазский государственный музей. Репортаж Эсмы Голанзея. Культурно-спортивный фестиваль «Абаза», инициированный Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом, пройдёт в Абхазии с 16 по 18 октября. Выступая перед участниками пресс-конференции, руководитель аппарата конгресса Кантани отметил, что импульсом к проведению фестиваля послужил успешный опыт Ано Алашара в Карачаево-Черкесии. На протяжении уже шести лет ассоциация проводит подобный фестиваль в Черкесии, и он пользуется большой популярностью. В этом году мероприятие впервые пройдёт в Абхазии. У Мусы Хабальча и Кзекова возникла идея и необходимость сплочения Абазин, которые проживают в Карачаево-Черкесии. И так ему пришла идея создания фестиваля. Таким образом и появился первый фестиваль Абаза в 2013 году. И, честно говоря, первые два года не так много людей отреагировали на его призыв к сплочению, к тому, чтобы показать через спорт и культуру наши традиции и наши обычаи. Вот уже прошло шесть лет с того момента, и самый последний фестиваль, который прошёл в июле месяце 2019 года, собрал уже в общей сложности за три дня около двух с половиной тысяч человек. Буквально пару лет назад у Мусе Хабальчу поступила такая просьба организовать подобный фестиваль в Абхазии. В этом году общими усилиями получилось подготовиться к проведению первого культурно-спортивного фестиваля Абаза в Абсна. Фестиваль пройдёт под девизом «Единство через культуру и спорт» и будет состоять из двух частей – спортивной и культурно-исторической. Главной составляющей является идея сплочения абхазо-абазинского народа. И мы решили реализовать эту идею через призму нашей общей истории. Именно поэтому в фокусе внимания фестиваля так много этнографических и исторических материалов. Мы хотим продемонстрировать общность нашей культуры, общность наших материальных ценностей, параллельность развития наших этнических корней. Именно для того, чтобы мы понимали, кем мы являемся сегодня, нам нужно широко рассказать и осознать, кем мы были в прошлом. Спортивная часть фестиваля откроется 16 октября в Гудауте, где пройдёт турнир по вольной борьбе за кубок председателя Высшего совета Абхазо-абазинского конгресса Мусеек Зекова. Турнир будет проходить два дня. В нём примут участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Карачаева-Черкесии, Северно-Южной Осетии, Кабардино-Балкарии и Абхазии. У нас турнир проводится два возраста, потому что кадеты – это и юноши. Кадеты где-то 17-18 лет, а юноши, младшие юноши – 15-16 лет. А количество людей около 200-250 участников. Все эти дети, которые выиграли турниры на международных уровнях. 18 октября фестиваль переместится в Сухум, на набережную Махаджиров, и продолжится культурной программой, которая обещает быть интересной и насыщенной. В программе мероприятия – театрализованная постановка абазинского традиционного привода невесты, знакомство с историей через совместную экспозицию Абхазского государственного музея и музея артефактов Абазашта, праздничный концерт с участием абхазских и абазинских музыкальных коллективов. Кроме того, гости фестиваля смогут попробовать блюда традиционной абазинской кухни. Сегодня в Сухуме просились с Вадимом Владимировичем Черкезием. Вадим Черкезием многие годы проработал заместителем главы администрации города Сухум. С 2003 года и до последних дней жизни был членом правления торгово-промышленной палаты Абхазии. Зарекомендовал себя как профессионал и ответственный предприниматель. Был добрым и отзывчивым человеком. Старался помочь каждому, кому была необходима поддержка. Он мог еще так много сделать, но тяжелая болезнь и безвременная кончина не позволили осуществиться многим его планам. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Очень печальный день сегодня для друзей, товарищей, сослуживцев Вадима Владимировича. Он всегда активно участвовал во всех делах торгово-промышленной палаты. Принял участие в торгово-промышленных выставках во всех делах торгово-промышленной палаты. И сегодня коллектив торгово-промышленной палаты с большой боли воспринял его уход преждевременный. Мы чтим его память. И сегодня, прощаясь с ним, хочу сказать о том, что члены торгово-промышленной палаты, сотрудники аппарата всегда будут с большой теплотой его вспоминять. Конечно, он в памяти остался очень таким справедливым. Большое внимание обращал молодым семьям, многодетным семьям. Самая такая черта, я считаю, что он помогал именно неимущим. Очень жалел молодые семьи. Конечно, светлая память. Не знаю, очень трудно о нем говорить. Очень справедливый был человек, теплый, очень был такой вот руководитель. Мы его таким запомнили все. Наши выпуски новостей в последнее время не обходятся без репортажей о проблеме водоснабжения в столице. Если буквально вчера на улицах академика Сахарова, Кагония, Марухская и Басария были проведены ремонтные работы по замене водопроводных труб, то сегодня специалисты ремонтно-строительного управления администрации столицы уже работали на улице Аяйра. Все дело в том, что в ночь на 11 октября прямо перед детским садом Апра прорвало водопроводную трубу и вода хлынула во двор детсада. Специалисты обещали устранить утечку до конца дня. Утром мы приступили к работам, до сих пор ведем. Пришлось приостановить воду в городе, чтобы устранить эту аварию. Я думаю, где-то через часа два мы уже подадим воду, устраним эту утечку. Если надо будет менять трубу, значит заменим. Если нет, значит подлатаем. Вопрос будет решен сегодня. 12 октября на исторической поляне села Лохны Гудаутского района состоится праздник Лохнашта. Все села района представят на импровизированных твориках щедрые дары осени, а народные умельцы свои работы. Ожидается, что праздник посетит президент. В программе мероприятия также соревнования по традиционным народным видам спорта, скачки на различные дистанции, конно-спортивные игры. Начнутся народные гуляния в 11 часов. Ну, а сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу с ночи и до полудня умеренный и ливневый дождь с грозой. В воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем плюс 18-23 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова